Каждый житель Земли ежедневно не только оставляет после себя килограммы пластикового мусора, но и съедает частицы микропластика вместе со своим обедом. Ученые находят кусочки пластика разного размера в еде и напитках, в мясе и рыбе. Неразлагаемый пластик в виде полиэтилена, который со временем распадается на миллионы пластиковых частиц, обнаружен даже на дне Марианской впадины и в морях Арктики. Пандемия 2020 года еще больше усугубила ситуацию. Только в Москве ежедневно производится 7 миллионов одноразовых масок. Их ношение регламентировано законодательно, но вопрос с их утилизацией не решен никак. Экологи говорят о глобальной пластиковой катастрофе, которая неминуемо ждет мировой океан и всю планету, если мы не изменим экологических привычек и не начнем делать долгосрочные выводы от сиюминутных поступков. По данным журнала Science, ежегодно в океан попадает более 8,5 миллионов тонн пластикового мусора. Океан вообще всегда отвечает на любые какие-либо формы воздействия, которые производит для него человек. Океан принимает в себя, океан, условно говоря, абстрагируясь, обдумывает, принимает решение, и океан неумолимо отвечает. То есть тот пластик, который поступает в него сейчас каждый день, он поступает в него не без следа, в том числе для человечества. Когда мы едим рыбу, то в ней все больше пластиковых частиц. Они для нас не сильно полезны. Есть некие общепринятые критерии, по которым к микропластику можно относить все частицы искусственного происхождения полимеров размером менее 0,5 сантиметра или 5 миллиметров. Все, что ниже 5 миллиметров, это считается микропластиком. Микропластик с бытовой точки зрения, надо понимать, чем можно разделить на две части. Так называемый первичный микропластик и вторичный микропластик. Чем они принципиально отличаются? Первичный микропластик – это че частицы микропластика, которые мы произвели уже маленькими. То есть наша промышленность произвела эти частицы уже априори маленькими, и они попадают в природную среду именно в этом неизменном виде, и потом в ней находятся. Например, может быть, для некоторых будет удивительно, это косметические средства. Какие-нибудь туши, тени, скрабы для тела и так далее. Очень много косметических средств сейчас используют пластик как некий скраб или носитель для того, чтобы продукт выглядел более премиально или более востребованно для покупателей. Это все в итоге смывается, попадает в канализацию и в итоге оказывается в природной среде. Почему? Потому что наши частные сооружения не приспособлены для того, чтобы этот первичный микропластик маленький каким-то образом уничтожать. Вторая часть пластика – это отходы, которые сформировались в результате разрушения крупных пластиковых предметов. Бутылки, пакеты, игрушки, одноразовая посуда, почти любая упаковка. Все, что мы выбрасываем. Постепенно, под действием света, ультрафиолета, механических воздействий, весь этот мусор разлагается на мелкие частицы. Они настолько мелкие, что дальнейшему механическому воздействию уже не подвергаются и в таком виде остаются в окружающей среде. Массовое производство пластика началось на планете в 50-е годы 20-го столетия, то есть в прошлом веке. С тех пор на этом свете произведено более 8,5 миллиардов тонн пластиковых изделий. Их количество постоянно растет, поскольку пластик долговечен, пластик прочен, пластик не подвергнут каким-либо воздействием природных явлений в течение какого-либо ближайшего времени после его попадания в природную среду. То есть пластик на самом деле это тот материал, который создавался изначально на века. Но революция потребления изменила отношение к пластику. Его стали использовать для производства одноразовых вещей. Мы пользуемся ими один, редко два раза и выбрасываем. Даже те предметы, которые мы привыкли считать экологичными, на самом деле пластик. Те одноразовые средства защиты от инфекции, которые сейчас получили распространение, опять же, по всему цивилизованному миру, они тоже сделаны из пластика. Перчатки, маски, респираторы. Это все пластик. И сейчас, идя по улиц крупного города и даже идя по тундре на Кольском полуострове, там, где бывают туристы, вы находите маски. Маска будет разлагаться в природе сотни лет. Эта новая волна пластикового масочного мусора захлестнула мир на фоне только что зарождающихся проектов спасения от уже имеющегося количества пластика. Стаканчик для кофе бумажный, он все равно имеет внутри покрытие из полиэтилена низкого давления. Поэтому такой стаканчик будет в природе разлагаться лет 50. Но, допустим, пластиковая бутылка из полиэтилена тарифталата, она будет разлагаться в природе примерно 450 лет. Полипропилен, он будет разлагаться лет 300-400. Ну, смотря какой полипропилен, опять же, речь идет об одноразовой посуде. Если что-то сделано из полипропилена более основательное, полипропилен там толстый, этот предмет, конечно, будет разлагаться и тысячу лет. Работа по изучению пластикового загрязнения в океане ведется мировым ученым сообществом с 80-х годов прошлого века. По результатам исследований Австралийского правительственного научного агентства на дне мирового океана находится не менее 14 миллионов тонн микропластика. Огромная часть выносится в моря и океаны крупными реками. Пластиковых отходов в мировом океане так много, что он уже образовал так называемую пластисферу – новую среду обитания. На каждом кусочке, попадающем в океан, приблизительно через две недели начинают расти водоросли и бактерии, приживаются организмы или прячутся животные. В коробки, бутылки, стаканчики морские обитатели откладывают яйца, заселяются жить целые колонии рыб и рачков. Пластисфера – новый термин по аналогии с биосферой. Пластик становится новой реальностью, новой частью биосферы не только океанов, но и рек. Наша организация, фонд «Без рек, как без рук», мы занимаемся именно исследованиями рек. Почему? Потому что именно реки большую часть пластика привносят в океан. Это неудивительно и понятно. А океан является таким накопителем, и именно там ярко видно то количество пластика, которое оказалось в итоге в нем, и это заметно. Конечно, живые организмы, которые обитают в океане, они приспосабливаются к изменяющимся условиям жизни. И пластик очень удобен для того, чтобы организовывать какие-то колонии, включать их в свой жизненный цикл. Другая проблема в том, что для очень многих организмов это опасно, иногда смертельно опасно. И какие-то мальки на какой-то стадии роста часть организмов могут воспринимать пластик как еду, поглощать его и погибать, потому что он просто слишком не переваривается, не проходит через них, и они погибают. Это не очень заметно сейчас, но это приводит к тому, что наверняка состав этих, биологическое разнообразие этих сообществ, оно резко меняется. Мы вот так вот подспудно, незаметно меняем сложившуюся экосистему в морей, не только морей, но, наверное, и рек тоже. И это действительно может быть большой проблемой, и она заслуживает отдельного исследования. На самом деле планета устроена так, что океан так или иначе, рано или поздно, переваривает любой поступающий в него и народный для него предмет. Но пластик постепенно разрушает морскую экосистему. Он накапливается внутри всего живого. Зоопланктон уже питается исключительно пластиком в обход своей традиционной пищи, но не переваривает его и гибнет. Так рушатся связи, которые устанавливались в океане миллионами лет. Пластик заполняет пищеварительный тракт. Таким образом падает доступная контактная поверхность для переваривания естественной пищи. Это токсины, которые выделяет пластик. Вы знаете, микроорганизмы из числа подвижных видов, когда поселяются на поверхности пластика, они теряют свою подвижность. Пластик содержит такие вещества, которые останавливают процессы, стимулирующие их движение. Например, микроскопические водоросли, которые традиционно находятся в движении, они, поселяясь на пластике, образуют колонии неподвижных клеток. Это ново. Такое не происходило ни на стекле, ни на металле, ни на дереве, ни на природном текстиле, ни на каких антропогенных материалах, которые ранее попадали в мировой океан. Пластик выделяет крайне токсичные продукты распада, которые видоизменяют процессы размножения и реакции у позвоночных. Например, рыба, поглощающая пластик, становится вялой, у неё пропадает инстинкт самосохранения, она меньше движется и чаще становится лёгкой добычей для хищных рыб. Пластик очень глубоко проник в морскую экосистему, и он будет продолжать аккумулироваться там ещё долгие годы. Если мы возьмём Арктику, то самым загрязнённым пластиком морем там в Арктике является сейчас Баренцево. Когда были отобраны этим летом пробы на микропластик просто вдоль береговой линии Кольского полуострова, будем считать от Мурманского залива и до поворота к Белому морю, до горла Белого моря, то обнаружилось, что там практически пластиковый суп в некоторых местах у берега, то есть микрочастицы пластика самых разных размеров, они плавают в толще воды и образуют такую вот перемежающуюся массу, которая перемывается прибрежными волнами. Там по берегам лежит огромное количество пластикового мусора, и надо сказать, что те совместные российско-норвежские исследования, которые были посвящены рыбопромысловой тематике, и проводились в последние десятилетия на акватории Баренцево моря, они выявили огромные запасы и микропластика, и, главное, макропластика, который там плавает по поверхности, но в основном уже лежит на дне. По официальным данным, самыми главными источниками загрязнения океана являются четыре реки – Нигер, Янцзы, Хонхэ и Ганг. Если ситуация с загрязнением планеты не изменится, примерно лет через 50 мы будем купаться в реке с проплывающими мимо пластиковыми контейнерами, стаканчиками, пакетами. Одно из доказательств такого сценария – большие мусорные пятна, где годами скапливается пластик. Лет пять назад, если бы вы погуглили северное тихоокеанское мусорное пятно, раньше они назывались островами мусора, сейчас дискурс немного изменился, мы их называем мусорными пятнами. Это просто вот в науке теперь принято так. Вы бы нашли картинку там, где мальчик сидит, такой мальчик филиппинский, в лодке, и он сидит просто на плотном ковре из пластика и что-то оттуда вытаскивает. Это была картинка номер один в любом гугл-поиске. И она соответствовала как раз распространенному заблуждению, что мусорные пятна – это вот такие плотные ковры пластика, потому что в основном все наши отходы в океане – это как раз пластик. И не так давно, может быть, пару лет назад, картинка основная в гугл-поиске поменялась, потому что стало больше и больше исследований, которые показали, что это не так. Я могу эти исследования подтвердить. Мне повезло, я считаю, что это огромное везение, оказаться в этом пятне. У нас был научный рейс с университетом Вашингтона, они меня очень любезно взяли с собой, и моя задача была брать пробы воды. Мы 34 дня ходили таким зигзагом по этому пятну, и конкретно моя задача была брать пробы воды и визуально смотреть, что происходит. И для меня, если честно, это было открытием, потому что я, при том, что я до этого писала магистрскую диссертацию по загрязнению пластиками, я в целом знала, что это такое. Но я была очень удивлена, потому что ты выходишь на палубу корабля, и ты в 7 днях пути на полной скорости, мы были на очень скороходном ледоколе, от ближайшей земли. То есть ты посреди океана практически, до ближайшей земли, которая вот в ту сторону, куда ты идешь, дней 8-9 пути. Но при этом ты видишь, что ты находишься посреди такой очень тщательно распределенной по горизонтали и по вертикали свалки. То есть я стояла, все свободное время, которое у меня было, я стояла на палубе и наблюдала, что происходит. Плывут ящики от пива, кондиционеры, бутылки от моющего средства, мимо меня проплывала обезглавленная кукла, это было очень жутко. Матрасы какие-то светящиеся на разных глубинах проплывают, то есть они уже явно заселены организмами, и поэтому они начинают светиться. И это при том, что в целом с палубы корабля видно немного, потому что видимость примерно 1-2 метра, ну 2 наверняка, не больше. То есть все то, что происходит ниже тебя, ниже этих 2 метров, ты даже увидеть не можешь. Но сомнений не возникает в том, что там происходит примерно то же самое. Просто пластик, он разный по плотности, и поэтому он плавает на разных глубинах. Что-то плавает на поверхности, а что-то на поверхности вы априори не увидите, потому что он плотнее. Он примерно такой же плотности, как вода, или еще плотнее. Поэтому большое вот это вот мусорное пятно, оно большое называется неформально, потому что это самое большое. В Северном Тихом океане самый большой круговорот течений. И поэтому в этот самый большой круговорот собирается больше всего мусора. Оно меня поразило тем, насколько оно не похоже на все те картинки. Насколько это реально... На поверхности это голубая вода, но когда ты к ней присматриваешься, ты видишь столько всего, и оно, опять же, это не просто какая-то горсть, которую можно... Вот все вот проекты, которые сейчас делаются по очистке океана от пластика, они основаны как раз, исходят из того предположения, что можно взять каким-то ковшом и все это собрать и вытащить. Но сложность настоящей ситуации, она в том, что это невозможно. Что все это уже распределено по всему океану, это все уже заселено животными, потому что после двух недель пребывания в морской воде любой объект заселяется крабами, рачками, морскими уточками, водорослями, бактериями. Все с радостью, как на плод, садится и начинает там жить. И поэтому это совершенно не та картина, где можно всю эту груду бутылок поднять и решить эту проблему. Эта проблема решаема крайне сложной, если вообще на данный момент решаема, кроме того, чтобы перестать, наконец, сбрасывать в наш океан наш мусор. Высокая концентрация в таких местах, она распространяется от поверхности до глубины примерно 40-50 метров, иногда глубже. Дальше это все, утяжеляясь обрастателями, разлагаясь на части, оно постепенно тонет. И как раз основная концентрация в таких местах, она на дне, под мусорными пятнами, потому что существуют они уже не один десяток лет. Пластик находят даже в Антарктиде. Казалось бы, что его поступление из более северных вод должно отсекать циркумполярное течение, но микропластик, плавающий на поверхности и постепенно оседающий на дно, это частицы синтетической краски с кораблей, которые возят туристов на Южный полюс. Очистить океан от крупного пластика теоретически возможно, но это будет крайне долгий и кропотливый процесс. Понимаете, человечеству оказалось возможно носить маски и перчатки из пластика, но человечеству невозможно заставить, не выкидывать в природу пластиковые изделия. Поэтому, к сожалению, их будет становиться все больше. Забота об окружающей среде в нашей стране пока носит больше рекомендательный характер. Не пользуйтесь, не берите, избегайте. Но все чаще крупный и малый бизнес, понимая всю важность сохранения живой биосистемы планеты, находит внутренние экономические и социальные ресурсы для сокращения пластиковых отходов в производстве или новой системы переработки пластика. Есть, конечно, разные программы, например, ноль отходов, которые постепенно укрепляют в сознании человека понимание того, что совершенно не нужно засорять планету пластиком, это на перспективу крайне вредно и долговечно. Но есть огромное количество развивающихся стран. Есть страны, где просто народ привык к тому, что мусор должен накапливаться везде, кроме дома. Есть страны с огромными свалками, с которых пластик так или иначе будет поступать и поступать в окружающую природную среду. Так что пока что проблема крупного пластикового мусора не имеет стабильного решения по всей планете в целом. А крупный пластик так или иначе разлагается на микропластик, который наиболее вреден. Есть компании, которые, в принципе, не относятся к тем, которые загрязняют окружающую среду непосредственно пластиком, например, но они считают своим долгом, то есть получив некую прибыль, избыточную какую-то прибыль, потратить часть этих денег на то, чтобы сделать окружающий мир вокруг них лучше. То есть есть такие бизнесы. Есть компании, которые непосредственно относятся к производству или использованию пластика. И также ответственно относятся к тому, чтобы каким-то образом уменьшить их влияние. Не знаю, могу ли я называть конкретные компании. В принципе, я точно знаю, что есть компания Сибур, российская, это один из крупнейших производителей полимеров в нашей стране, ведущая, очень инновационная компания. И они действительно много внимания уделяют данной проблеме. Также есть компания, может быть, немножко странная, Филипп Моррис, которая, ну, она производит сигареты, но в сигаретах используются тоже полимеры, те же самые фильтры и так далее. И они тоже вкладывают деньги в научные исследования, в то, чтобы понять, как микропластик влияет на окружающую среду и как можно избавиться, сохранить ее от влияния этого нового загрязняющего вещества. Каждый из нас может стать звеном большой цепи в вопросе сокращения пластика в природе. Например, можно следить за социальной рекламой и участвовать в акциях. Что делать со старой зубной щеткой, если экология и так страдает от обилия мусора? У сплаты перекресток и есть решение. Масштабный проект по экологичной утилизации пластика. Сдай старую щетку в специальный контейнер, а мы переработаем ее в тротуарную плитку. Забота об окружающей среде – это просто. Некоторые компании предлагают потребителю менять привычки, стиль жизни и выбирать многоразовую посуду. Отказаться от пластика мы точно не сможем, но изменить свое поведение и отношение к природе – это в наших силах. Здравствуйте, меня зовут Александр, я представляю бренд Бульбуль. Бренд Бульбуль заботится об окружающей среде. Сейчас все больше и больше становится острый вопрос и очень актуальный вопрос загрязнения нашей планеты. Так что же такое это загрязнение планеты простым понятным языком? Это стаканчики, одноразовая посуда различного вида, которая тоннами выбрасывается на наши берега, на нашу планету. Мы просто производим и складируем это на нашей земле. Стаканчик кофе, который мы пьем, идя на работу от 1 до 6 в день штук. Что мы делаем после этого? Мы просто его выбрасываем. Выбрасываем на землю. Мы нашли решение. Это многоразовые аксессуары, которые реально могут изменить ситуацию на нашей планете. Каждый из нас может прямо сейчас поучаствовать в защите окружающей среды, а все, что для этого нужно, это использовать многоразовые аксессуары. В отличие от одноразового пластика, который загрязняет мировой океан, наши многоразовые аксессуары сделаны из полипропилена, который абсолютно безопасен для человека. Преимущество полипропилена в том, что его можно вторично переработать. Давайте вместе изменим мир к лучшему, присоединяйтесь к Бульбуль. Одноразовость не в моде. Я как ученый, я ни в коей мере не апологет того, чтобы все запретить и вернуться к каменному веку. А полимеры, которые мы изобрели более ста лет назад, сейчас заняли огромную важнейшую роль в жизни каждого человека на Земле. Они необходимы нам для того, чтобы мы могли пользоваться всеми благами цивилизации, которые на сегодня есть. И слава Богу, что мы это изобрели, потому что если бы мы продолжали пользоваться деревом или какими-то другими такими вещами, то наверняка уже не то, что там лесов, там кустов бы не осталось и травы, да, все бы это было уничтожено. Поэтому пластик на самом деле, полимеры сейчас, они позволяют защитить в большой очень степени, сохранить окружающую среду за счет того, что они более универсальны, более долговечны, более удобны в эксплуатации. Поэтому производство их растет, и растет, и она будет расти дальше. Но вызов, с которым мы столкнулись, на который мы стали обращать внимание, как правильно утилизировать тот пластик, который нам не нужен. И эта проблема, она сейчас встроит все более ощутимо, все большее количество организаций, научных институтов к этому привлекается, для того, чтобы понять, что с этим огромным объемом пластика, потому что проблема даже не в том, что мы производим много пластика, мы производим много одноразового пластика, тот, который мы просто выбрасываем. То есть мы им пользуемся, вот время контакта приобретения в магазине и потом использования вещью, время контакта с упаковкой составляет от одной минуты до пяти секунд. И вот ради пяти секунд мы загрязняем окружающую среду тем веществом, который будет разлагаться сотни лет. Оправданно ли это? Природа очень восприимчива к любым изменениям. Если человек начнет более ответственно подходить к вопросу мусора, пластиковой катастрофы в будущем можно будет избежать. Подумайте, если вспомнить реку Рейн 40 лет назад, буквально в 80-е годы прошлого века, это была ужасная сточная канава. То есть там не было рыбы, там были масляные пятна, она была полностью истощена с точки зрения вот этой вот бурно-индустриального периода, который захватил после войны Западную Европу. А сейчас, сейчас там вводится форель. То есть природа имеет огромный потенциал к регенерации. Мы иногда его недооцениваем. Все, что нужно сделать, чуть-чуть более ответственно относиться к тому, что нам даровала природа к нашей стране. И со временем природа очень благодарна. И река очень быстро очистится. Я думаю, мы можем спасти Волгу, просто построив нормальные очистные сооружения. Это уже поможет в существенной степени вернуть Волгу. Ну, к первоначальному виду это нереально, потому что огромное количество водохранилищ возведено. Но хотя бы к какому-то состоянию, которое позволит сохранить текущий статус ее главной нашей реки и передать следующим поколениям. Мы живем с пластиком в одном мире. И у нас есть два выхода. Либо захлебнуться в нем окончательно. Это не самая лучшая перспектива, но пока что мы к ней все ближе. Либо перейти на реально биоразлагаемый пластик. Возможности органического синтеза, они по сути неисчерпаемы. Есть масса способов и решений к созданию возможностей производства пластика, который будет действительно разлагаться природными явлениями, а не распадаться на более мелкие частицы. Это, по сути, первоочередная задача для прогресса, поскольку пластик должен рассасываться в окружающей среде. Это не значит, что с момента производства он должен сразу начинать разлагаться. Но тем не менее, допустим, при контакте с широко распространенными видами бактерий в природе, при длительном контакте с Солнцем, он должен постепенно переходить в усваиваемую природой формой. То есть он должен постепенно уходить из природных процессов, как любой материал иных форм происхождения, который поступает в природу, любой металл, любая ткань из натуральных материалов, любое дерево, поступая, например, в океан, оно постепенно перерабатывается океаном в ноль. То же самое должно касаться и того пластика, который в дальнейшем, в будущем будет производить наше население на планете. Учеными выделено около 20 видов бактерий и грибков, которые способны реально использовать разные виды пластика в качестве единственного источника углерода для питания. Но они показывают эти возможности пока только в лабораторных условиях. Как это будет происходить в природе, еще не изучено. Но выработка механизмов переваривания пластика и перевода его в другие, более простые вещества, это все-таки сложный эволюционный процесс. Тут необходимо принимать во внимание очень многие аспекты существования морской флоры и фауны. В том числе тех адаптивных механизмов, которые у них уже существуют и сформировались не годами, а тысячелетиями и миллионами лет. То есть пока рассчитывать на то, что природа будет именно переваривать весь тот пластик, который в ней копится, не приходится. В этом отношении скептицизм вполне оправдан. К тому же, например, чтобы переваривать одноразовые маски, океану потребуется, ну, хотя бы несколько сотен лет на адаптацию. За это время эти маски разложатся на микропластик, и мы уже никогда не узнаем, что с ним случится дальше. Перед бизнесом, промышленностью и экологами стоит большой вопрос, как соблюсти баланс между комфортом потребителя и сохранением окружающей среды. Ответ на этот вопрос зависит от каждого из нас. Готовы ли мы меняться, приобретать новые привычки, принимая тем самым ответственность за сохранение здоровья природы на себя? Следование принципу сохранения планеты основано на выборе. Сначала на выборе продукта, затем на выборе его переработки. Не покупайте одноразовый пластик. Обращайте внимание на маркировку пластиковых товаров, ее безопасность и возможность повторной переработки. Выбирайте упаковку из переработанного пластика и щадящую бытовую химию, разработанную с учетом экологических требований. Back in 1986, the German brand Frosch had already started developing a broad range of highly effective, eco-friendly cleaning products for your home and your family. They are skin-friendly, contain natural ingredients and with innovative recyclet packaging, they're also good for our planet. Frosch is more than a brand. It's my personal commitment to our future. Продолжение следует...